И вот бой начинается, как всегда, Ханебек известен именно таким сверхуважением в октагоне. Огромный, конечно же, размах рук у Ханебека. Для полулегкой весовой категории и легкой, в которую он перешел даже. Да, руки очень длинные, сам знаю, сам ощущал эту линую руку. Да, Фанель ты пропустил как-то в поединке один шагной удар у Ханебека. Который чуть не изменил всю картину боя. О, хай-кик. Неплохой хай-кик в исполнении Ханебека. Не торопятся оба спортсмена, кстати, никто не форсирует события, обрати внимание. Ну да, формат боя 5 по 5 и куда торопиться. Насколько я правильно помню, Ханебек еще не дрался 5 раундов в своей карьере. Ну да, оба ярких финишера. Нариман не один раз вроде проходил дистанцию 5 раундов. Здесь, конечно же, вот как раз таки Нариман, на мой взгляд, именно боец 5 раундового формата. Он с каждым раундом наращивает темп. Сейчас он начинает с разведки, можно так сказать, джеб неплохой. Ханебек усыпляет вот этой вот своей какой-то, да, такой расслабленностью. Ты вроде не видишь ничего, не видишь угрозы и бам, в один момент можно оказать. Ну, самое главное, что Ханебек сейчас работает без суеты, вот самое главное. Ну и в целом в его поединках я мало помню, чтобы он суетился с первых секунд. Да, да, не форсирует события. Нариман начинает. Попытка была тейкдауна, кажется, от Абасова. Да, попытка тейкдауна пока что неудачна. Защитился от первого попытки. Ну, темп такой пока что, да, невысокий. Атаку на атаку отвечают друг другу. Да, особо даже по активности, за которой зацепиться пока что у нас в первом раунде мало. Ну да, сам рефери подгоняет и Ханебека, и Наримана. Попытка вертушки от Ханебека. Да, с вращением от Ханебека. Ну, он такой, да, любит красивые развороты, удары. Ну, такой вот, на самом деле. О, хай-кик шальной. И пытался сейчас развить свой успех после хай-кика передней ногой. Ханебек. Да, у Ханебека и ноги длинные, и сам у него антропометрия такая нестандартная. Вроде рост не высокого, а конечности длинные. Да, да, есть такой момент у Жанебекуло. Да, и ударная сила присутствует. Очень неудобный для любого, наверное, бойца. Когда ты пропустил удар, ты видел, откуда прилетел этот удар? Нет, кстати. Я думал, что я в безопасности нахожусь и не увидел. Благо, вовремя перестроился. Ну, слушай, размах рук точно поменьше у Абасова Наримана. Да, Нариман все ищет. Ищет вход, ищет вот этот вот ключик. Проваливает. Ну, пока что не отвечает. Нариман никогда особо не отличался вот такими вот большими габаритами для легкой весовой категории на самом деле. Да, да, в принципе, мог биться и в полулегком весе, но решил, принял такое решение, наверное, что он боится 70 кг. Ох, неплохой тип такой в корпус пропустил сейчас Нариман. 90 секунд до окончания первого раунда. Кто-то должен более явно забирать концов хора. Еще неплохой тип. Оу, идет вперед сейчас Нариман. Попытался провести перевод. Неплохой, неплохой раунд. Пока что непонятный, да, кому уйдет этот раунд. Да, равный на самом деле. Были свои успешные моменты и у Ханебека, и у Наримана. Очень немного ударов выкинуто с обеих сторон. Качество, может, как-то будет судей оценивать. Но сложный раунд для судейства. Динамики очень мало. О, пошел, пошел! Переменная работа гораздо и Абасова. Видели мы его на таких поединках в бойкайте. Неплохой тип обратно. Слышим, как поддерживает зал Наримана. Много болельщиков пришло поболеть сегодня. Наримана! Справа сейчас поздно ударом. Наримана Базу, своего оппонента, ударом справа. Вот мы и узнаем работу Наримана. Его работа вот ручка. О, неплохо. Хайкиком отвечает Ханебек. Да, отвечает хайкиком. Сейчас завязка в клинче. О, еще один мидл. Доставляет вне уловства этот мидл кик Нариману. Завершается первый раунд. Сложно, конечно же, резюмировать итоги первого раунда на самом деле. Ну, первым номером работал Нариман. Постоянно давил. Конечно, сложнее, да? Здесь больше как-то нужно оценивать акцентированные удары какие-то. Не проводил пятираундовых поединков. Но пока что неплохо себя проявляет. Да, вот тоже касается Наримана Абасова. То и вот... Все практически чемпионские поединки в Лиге Fight Next были пятираундовые. Все готово к началу второго раунда. Капу, капу. Не ставили. Либо намеренно, либо забыли просто-напросто. Может, капа прозрачна? Ну, бывает же такое. Любитесь. Решил сейчас, обрати внимание, что на более близкой дистанции работает Ханбек. Да, да, да. Ох, а кик неплохой. Еще один. Но пока что в защиту, рука на месте у Наримана. Нариман показывает, что пропущенные удары особо не сказались на нем. Ну, на самом деле здесь больше защиты. О-о-о. Но все равно удары ногами забирают много сил. И когда ты попадаешь по функционалу, тоже бьют сильно. Уверен большое количество зрителей из Кыргызстана и Азербайджана наблюдает за этим главным событием вечера. Да, обоих спортсменов поддерживают болельщики. Они славятся. И азербайджанские болельщики, и кыргызские болельщики славятся своей поддержкой. Я думаю, много здесь болельщиков смотрят и наблюдают. О-о-о! Потрясен Нариман! Идает что-то следует. Идет Ханбек. Удастся ли сейчас во втором раунде? Может ли Ханбек добить? Слежит ли Ханбек добить? Не форсирует, не форсирует события. О-о-о! Идет вперед Ханбек! Он почувствовал уверенность в своих ударах. Ханбек ула! Идет вперед Ханбек. Я же думал, конечно же выбросил. Да-да, как я и говорил. Ты об этом знаешь и по-насучке. О-о-о! Еще слева! Убегает сейчас! Хайкик! Еще один мигалкик, точнее. Пока что, да? Нариман вроде... Размены в клинче. Необходимо разрывать на клинче. Ханбек не хочет. Нельзя оставаться в клинче. О-о-о! И пропускает Нариман снова. Близок до срочной победы. Ханбек вкладывается в удары. О-о-о! Падает на пол. Голлаза от догона пытается снова. Сможет ли добить Ханбек? Сможет ли добить он? О-о-о! Завязка в клинче. Нариману нужно восстанавливаться. Идет за тейкдауном Ханбек. Восстановился, по всей видимости. Да, да, да. По всей видимости, Нариман восстановился. Пропустил сильный удар в глаз. Видно гематому. Ханбек, давай! Чем больше сейчас находится в клинче Ханбек, тем больше времени дает на восстановление Нариману Абасову, на самом деле. Да, да, да. Нариман восстановился. Создает проблемы Ханбек Нариману. И пока что второй раунд забирает свою копилку. Две минуты до окончания второго раунда. Да, пока что Нариман не может найти вот этот вот ключ. Если по первому раунду были вопросы, то третий точно их нет, то второй уже вопросов абсолютно не ставит нам. Да, да, да. Второй раунд забрал Ханбек. Ну, опять-таки, до окончания второго раунда еще две минуты осталось. Возможно, Нариман сейчас... Да, неплохое колено. ...неплохое колено. Клинпис там устроит. И, кстати, Ханбек неплохо работает в клинче. Не дает, нейтрализует вот эти попытки тейкдауна от Наримана. Но здесь, наверное, Нариман больше, мне кажется, Абаса здесь больше отдыхает. Но нет, оформляет посадку. И вот этот тейкдаун, конечно же, этот тейкдаун, конечно же, может испортить. И вот уже ситуация кардинально меняется. Шансы на победу у Ханбека во втором раунде. После детского записка. Да, нужно менять позицию. Насколько хорош Ханбек в партере, Фаниль? Ну, защиту в крайнем бою показал неплохую. Сейчас, в принципе, такого сильного урона я не пропускаю, да? Но Ча может попасться на треугольник ручной. Вряд ли рисковать, наверное, Аримана. Ну, я думаю, нет, нет, не получилась попытка. Ну, че плохо, Ханбек даже не пытается вставать, лежит на спине. Ну, он ждет, наверное, окончания второго раунда. Столько секунд остается. Он может и не дождаться. Может и не дождаться. Нет, есть Ариман в ближайке до срочной победы. Да, да, уже Ариман активизировался и концовку забирает. Начинается. 30 секунд остается до окончания второго раунда. Да, надо закрыть гард. Ханбек либо пытаться вставить, нейтрализовать вот эти пушки от Наримана. Ханбеку необходимо сейчас дотерпеть до окончания второго раунда. В боевой защите, в пассивной защите находится Ханбек. Да, сейчас пассивная защита в исполнении. Может сейчас вмешаться происходящее, близок к тому, чтобы вмешаться. Ну, раунд заканчивается. И, как говорится, saved by the belt. Неоднозначный раунд. Спасен гонгом. Здесь такой же раунд 50 на 50 снова. Ну, да, да. Нариман привернул ход поединка. Могут ли дать 9-9, опять-таки. Ну, первый раунд тоже непонятно. Очень близкий поединок с вами наблюдаем. Да, да. Оказалось на бумаге, что Ханбек является явным не андердогом, явным, точнее, аутсайдером этого поединка. И вот, смотрим момент, как пропустил Нариман. Нариман. Вот здесь оверхенд справа. Вот он, удар справа. Кажется, ты такой же пропустил, да, Ваниль? Да, 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 да. Причем он бьет, обрати внимание, не в подбородок, а вот выше лба, да, где-то вот. Да, да. Область виска что-либо. Ну, не смог вот умение добивать, наверное, у Ханбека. Ну, здесь засуетился, поторопился, возможно. Да, да, да. Скорее всего. Скажем так вот, говоря по-простецкому, газанул до конца. И бензобак свой истратил. Сейчас функционал, думаю, функциональная подготовка обоих спортсменов идет на первый план. Но пока что это стоит мэн-ивента. Да, абсолютно. Два раунда пролетели незаметно. Мы видим очень-очень хороший зрелищный бой в исполнении двух спортсменов. Начало третьего раунда. Главного события вечера все так же неизменно. Нариман Абасов и Ханебек Жанебекулы. Неплохой миддлкик. Будет теперь, скорее всего, держать руки повыше. Нариман после пропущенного удара. Вот сейчас, кажется, Нариман нашел свой темп. Сейчас будет брать темп он своим. Прошел в одну ногу. Сейчас будет посадка. Увидел именно Брэш. Проблемы с борьбой. Да, да, да. Нариман, я думаю, что теперь будет пытаться... Посадил. Посадил на пятую точку. Сейчас будет занимать позицию сайд-контроля, скорее всего. Да, и вот нашел слабую сторону Ханебека Наримана Басов. Ну, в принципе, из халтгарда можно работать. Да, работа в партере. Это не сильная сторона Ханебека. Нашел Брэш. Нашел Брэш в защите. Все работает. Как раз-таки последние минуты второго раунда показали, что Ханебек очень сложно защищаться от борьбы. Попытка Кимуры. Передумал. Пошли локти. Пошли локти от Ханебека. Даже снизу пытаются как-то агрязаться, действовать. Здесь может даже и рэпери поднять бойцов в стойку из-за отсутствия активности. Думал бы сказать, что Нариман прямо активен в партере. Да, Нариман делает все, чтобы не подняли стойку. Неплохой такой удар справа. Не дает Нариман. Встает на алиге. Ханебек встал. Причем очень легко. Взрывная сила такая. Удастся ли сейчас защищиться? Самое главное оставаться на ногах Ханебеку. Да-да-да. Еще один тейкдаун. Абсолютной перевод от Наримана. Нашел ключ победы, нашел брешь. Почувствовал, что в стойке лучше не работать, обезопасить самого себя. Перевел бой в партер. Пытается сейчас занять более доминирующую позицию, близок даже к мауту. Да, сейчас может сесть в маут. Если как только займет маут, времени достаточно может даже удосрочить. Да-да. В этой позиции Канебеку сейчас будет очень тяжело. Поворачивается спиной. Опасно. Сейчас выходит на удушающий прием со спины. И сдается Нариман Опасов. Одерживает досрочную победу в третьем раунде удушающим приемом со спины. Продолжение следует...